И, Борисович, у вас в чате есть вопрос, обращение к вам. Ответьте, пожалуйста. Будем двигаться дальше. У нас последний доклад. Спасибо вам большое. И сейчас у нас выступит Ольга Юрьевна Жукова. Лексические и структурно-стилистические особенности вепских заговорных, или заговорных, как говорит Ольга Юрьевна, в текстах от укуса змеи. Я же прямо боюсь. Ольга Юрьевна, учили русисты говорить. Пожалуйста. Спасибо. Вепской заговорной традиции среди произведений лечебно-магической направленности выделяется значительное число текстов от укуса змеи. По-вепски они называются maddenkokedusos или gaddenkokedusos. Это говорит о чистоте таких случаев укуса змеи и подтверждаемое также наличием различных профилактических ритуалов по защите от змей в обрядовой практике вепсов. При укусе змеи было принято обращаться за помощью к знающему человеку, который прибегал к магическим действиям с произнесением заговора. Анализируемые тексты в большинстве случаев имеют отличную от других заговоров структуру. Повсеместно у вепсов распространены заговоры, выстроенные по схеме, характерные для соседствующей русской традиции, состоящие из зачина, который общий для большинства текстов, основной части, также называемой эпической или сюжетной. В ней дается описание места, где происходит встреча со сверхъестественным существом, которое помогает или у которого просят помощи. И в конце идет закрепка или фиксация. Заговоры от укуса змеи имеют иную структуру, в которой выделяется обращение к источнику боли, болезни, угроза, изгнание болезни или требование забрать боль. Возможно, подобные тексты представляют собой более ранние формы традиции, что подчеркивается также наличием в них выразительных языковых средств, характерных для древнейших властов народно-поэтического творчества близкородственных народов. В текстах фиксируются обращения, выраженные иносказательными именованиями, метафорические. Представленный отрывок текста демонстрирует стремление языка завоговора к использованию традиционных, стилистических и изобразительно-выразительных средств, таких как аллитерация и повтор, а также вкрапление метафоры. Начальное созвучие слов или аллитерацию, свойственную поэтике устно-поэтической традиции прибалтийско-финских народов, связывают с устойчивым ударением на первом слоге в этих языках. В этнографических работах отмечено, что гибкие ветви ивы могли ассоциироваться у вепсов со змеей, но на наш взгляд не сами ветки, а скорее полоски ивовой коры, которые заготавливали. Они имели серый с одной и коричневатый с другой стороны цвет, ведь в тексте заговора употребляет власть слова «паю». Это именно ивовая кора, а не «райд» или «рейд» — ива, зафиксированная у всех диалетных групп вепсов. Основой для образования обращения к змее могут выступать и дескриптивные глаголы со значением «шипеть», «шуршать», «шихейдает», «шахейдает», «шихерич», «вихерич». В другом тексте к змее обращаются «тюхы керойне», «кера керойне», «плохой» или «пустой клубочек». В подобных текстах наблюдается желание избежать употребления прямой лексемы змея, что может быть связано с неким запретом на произношение имени или являться примером особенности фольклорной речи. Другие заговоры используют в качестве обращения перечисление змей различных видов, где главной отличительной чертой становится цвет змеи. Черная змея, красная змея, пестрая змея, желтая змея, змея-медянка, глухая змея. Подобное явление, так называемое нанизывание цветов, встречается в заговорах разных народов, когда с одним предметом употребляют разные цвета в одном и том же тексте. Отмечается, что само перечисление цвета уже воспринималось как некое магическое воздействие, а сведенные в одном тексте цветовые эпитеты создают некий негативный подтекст. По мнению следователя, этим примером, приемом достигается некая упорядоченность и конечность, свойственные вообще культуре и противопоставляющие ее природе. Этнограф Ирина Юрьевна Винокурова предполагает, что у вебсов могла существовать классификация, выделяющая виды змей по цвету кожи. Чаще упоминаются четыре вида – черные, серые, медные и пестрые, которые представляют собой обитающие в таежной зоне семейство обыкновенных гадюк, с сильно варьирующейся окраской. Слово «мадо» – «змея» – фиксируется в заговорах западных вебсов Подпорожского района Ленинградской области. Хотя в разговорной речи на этой территории преобладает Алексея Магат – «змея», обладающая славянскими корнями. Она была довольно давно заимствована вебским языком из русских народных говоров. У восточных вебсов – это Бабаевский район Вологодской области – записан следующий рассказ о том, как женщину укусила змея, и ее лечили заговариванием. Перевод вы видите на экране. Интересен момент употребления разных слов со значением «змея» в бытовой речи информанта и в фольклорном тексте. И мы это наблюдаем у разных групп вебсов. Лексема «q» с семантикой «змея» зафиксирована у белозерских вебсов, а также ее измененный вариант «кия» – «кихи» выступает в заговорных текстах северных вебсов. Следующий пример. «Кия, кия, кия кайни» «Хах, кия, волгет кия, кирдяв кия, муст кия» Любопытно, что текст озаглавлен «гадом пухек». Опять мы видим разные лексемы в разговорной речи и в фольклорном тексте. Далее, за обращением к змее как источнику недуга следует угроза или требование забрать недуг. Угроза зачастую выражается мотивом уничтожения дома, места обитания змеи и ее семьи. Уничтожить змеиную семью заговоров дразятся при помощи сжигания. Другой текст. Заговорный мотив отражен и в верованиях вебсов о том, что убитая змея должна сжигаться в огне. В своем завершении заговорный текст может иметь различные варианты. Это и требования. «От катагас и читой кокейдус» – «заберите обратно свой укус» и «отгон болезни» – «мяно маха» – «уходи в землю». Используется также традиционная закрепка «игекс кайкекс аминь» или «аминь, аминь, аминь, аминь». Закрепка фигурирует как в текстах, выстроенных по первому типу структуры, а также и в этих встречается. Таким образом, вебские заговорные тексты от «Укуса змей», отличающиеся структурно от большинства произведений жанра, представляют собой более древние формы заговора, имеющие в основе экологические представления и демонстрирующие архаичные выразительные средства устно-поэтической традиции. Спасибо. Ждать переводы? Нет, нет, хорошо, что можно было послушать живую вебскую речь. Спасибо большое, Ольга Юрьевна, за очень интересный доклад. У нас тут в зале есть вопросы. Наверное, с зала начнем. Давайте, Игорь Владимирович. Хорошо, что вырылся за интересный доклад по повестким заговорам. Вот у меня вот два-два-два-два-два-два-два-два-два-вышем. Вопросы от первого факта. В разговорах, скорее всего, связаны с звукоподражательными лекциями. Как вы считаете, да? Связано это не с тем, что как бы заговорщик, заговорщик отговаривает на одном языке. Почему используют вот эти звукоподражательные глаголы? Возможно, да, он переходит на язык змеи, да, возможно. Интересное очень замечание. А вот второй вопрос связан с перечислением змей разных цветов. Это связано, как бы, с их обедованием разных цветов? Ну, вот этнографы, да, Ирина Юрьевна Винокурова занималась животными, да, в мифологическом представлении вепсов. И она это относит к такой народной классификации. То есть пишет о том, что вепсы делили змей по цвету их кожи, да. Они так и выделяли, что есть черные змеи, есть серые змеи, есть пестрые змеи. И все они в итоге – это вид гадюк, который как бы в наших лесах как раз и проживает. А с позиции фольклорной, да, фольклористики, все-таки нельзя все объяснить только представлениями. Есть некие законы языка фольклора, и в том числе и в заговорных текстах используется именно вот этот прием, когда перечисляются разные цвета. И не только, так как он используется не только в текстах от укуса змей, в данном случае вот это нанизывание цветов, перечисление змей разных цветов, также и в заговорах от сглаза перечисляется цвет вот этих глаз, урочащих глаз, которые наносят этот глаз, и также они перечисляются. Белые глаза, серые глаза, черные глаза и все вы. И в фольклористике принято считать, что вот как раз перечисление всех, во-первых, ты выстраиваешь защиту, наверное, от всех глаз, да, и произносишь защитный заговор от всех глаз. Ну и вот я говорила о том, что существует мнение исследователей, когда ты их перечисляешь все, то получается некое слияние всех цветов дает вот такой, в принципе, негативный, негативный подтекст несет. И заговор призван как раз оберечь человека, да, от этого негативного влияния, и поэтому их необходимо все произнести, все возможные варианты цветов, которые и дают вместе такое негативное влияние на человека. Да. Нет, это не только для вебской традиции. Нанизывание цветов, этот прием вообще в фольклористике используется, в фольклорных текстах встречается, и в фольклористике описан он. Это встречается, например, в Ижорске, так, да, как я сейчас вам скажу, в удмуртских, в удмуртских заговорных текстах, именно тексты от Сглаза встречается именно этот прием, он там как раз был описан, и я когда посмотрела эти, познакомилась с этими работами, оказалось, что у нас вот очень близкие темы, да. Ольга Юрьевна, спасибо большое за доклад. Хорошо. И я хотел вас спросить, вот на первом слайде у вас была, я так понимаю, информант, баба Тусси, да, насколько помню ее, забуду. Она была приведена на этой фотографии как информант, который тоже говорил, как и мама сказала, какие-то заговоры, и там еще я видел новалка на столе, она тоже использовалась как в этих заговорах, или это просто фотография? Да, это фотография из экспедиции к Южным Вепсам, которая была два года назад, действительно, это один из моих информантов, с которыми я беседовала по данной теме, и она знающая была женщина, к сожалению, уже умерла, она была знающая женщина, но разговорить ее было сложно, по глазам было видно, что она много чего знает, но как раз заговорный текст от Укуса змеи она мне рассказала, я его записала, поэтому передать, да, но передача-то немножко другое, когда передают знания, скорее всего, она просто поделилась информацией, а палочка, она с ней ходила, здесь без всякого символизма, она подошла к скамеечке, погода была хорошая, была в август месяц, она так положила ее на стол перед собой, получилась такая фотография. Сергея Борисовича, вот о преданиях Южных Вепсам, о литовцах, богах, когда мы ездили в экспедицию с эстонцами, как раз-таки к эстонцам было какое-то отношение не очень жилюбное, не знаю, связанное, скорее всего, не связано с этим переданиями, но вот сын этой бабушки нас, эстонцев, не пустил, а пустил только меня. Конечно, он мотивировал тем, что они типа натовцы, вот, но вот как-то, не знаю, может какие-то параллели найти в этом или нет, было интересно, что не первый человек, но очень осторожно, потому что он как-то рвал относился. Скорее всего, просто к иностранцам, и я не скажу, что это подсеместное явление, это, скорее всего, просто вот такой человек попался. Ну, и потом в вашей компании были мужчины, да, мы были в экспедиции вместе с Лаурой нашей, Сирогуза, она иностранка, она была вместе со мной, и нигде мы не встретили какого-то негатива и нежелания общаться. Ну, может быть, потому что я общалась больше, потому что я, наверное, общалась на языке, она рядом со мной больше сложная, я задавала вопросы, но мы, конечно, с такими не встречались. Когда разговариваешь с ними на языке, который они понимают, они, конечно, идут на общение очень легко и гораздо быстрее. Я бы записала гораздо меньше материала, если бы я с ними беседовала на русском языке, гораздо меньше узнала, потому что очень много, да, очень много узнаешь просто долго беседуя, даже на отвлеченные темы. Поэтому в экспедициях надо всегда запускать временем, долго работать с информантами, желательно работать на языке. Еще будут вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.